Уважаемые коллеги, проблема достаточно... В последнее время широко обсуждаются доступы к выполнению этого хирургического лечения. Ну и если говорить о минимально инвазивном доступе, то эта методика, которая совсем недавно появилась в нашем арсенале и, собственно, с начала 90-х годов до сегодняшнего дня широко обсуждалась и обсуждались результаты использования этой технологии. Если посмотреть на публикации, которые были сделаны до 2018 года, крупные метаанализы, многочисленные исследования показали хорошие результаты использования лапароскопии в хирургии рака шейки матки. И, по сути дела, эти исследования стали основными факторами в том, что фактически во многих клинических рекомендациях появились рекомендации использования лапароскопии в лечении больных ранними стадиями рака шейки матки. Ну вот, собственно говоря, так было до 2018 года и в 2018 году появилось первое проспективное рандомизированное исследование, которое показало худшие результаты использования малоинвазивного доступа в хирургии рака шейки матки. Ну и, по сути дела, это исследование стало широко обсуждаться и стало причиной больших дискуссий на многих конференциях, в том числе и на нашем форуме в прошлом году, где, собственно говоря, мы широко обсуждали возможности и недостатки этой методики и этого исследования в частности. Если посмотреть на наши данные, мы с 2012 года используем методику малоинвазивной хирургии у этой категории пациентов. Сегодня это уже более 200 операций, которые мы выполнили и в динамике осуществляем контроль за нашими пациентами. Говоря о показаниях для этой операции в нашей клинике, мы прежде всего особое внимание обращаем на критерии включения больных для этой методики. И, конечно, это пациенты с относительно благоприятным развитием событий, это пациентки ранними стадиями с опухолями до 2 сантиметров. Вот таким образом выглядит характеристика наших пациентов. Это пациентки преимущественно плоскоклеточной карциномой, это пациентки преимущественно с первой B1 стадии до 2 сантиметров. И примерно эти показатели сопоставимы с теми критериями, которые были опубликованы в исследовании ЛЭК. Мы используем стандартный набор инструментов для выполнения хирургии, мы используем стандартные точки для введения манипуляторов для выполнения хирургии и в нашей клинике мы используем маточный манипулятор для выполнения этой процедуры. Стандартная технология выполнения операции подразумевает интрафасциальный способ диссекции, который позволяет во многом определить те критерии и те границы резекции параметрия для выполнения больных и выполнения радикальной гистроктомии. Это достаточно сложный путь, путь пошаговый, который мы условно делим на три типа. Это прежде всего выполнение лимфоаденоктомии с целью стадирования этого заболевания. Второй путь – это диссекция интерфасциальных пространств, которые позволяют нам определить границы параметроктомии. И, конечно, соответственно, выполнение радикальной гистроктомии. Если говорить о эффективности методики, конечно, одним из моментов это является исследование патоморфологического удаленного материала, который, по сути дела, отвечает тем основным критериям резектабельности этого заболевания. Если посмотреть на результаты, те результаты, которые мы сегодня имеем у себя в клинике, мы практически видим пациенток с относительно благоприятными факторами прогноза. И следует отметить, что даже несмотря на такую селекцию критериев выполнения этой операции, хотелось бы обратить внимание, что у пациенток с небольшими опухолями все-таки это достаточно сложное заболевание. И у 12% пациентов мы видим вовлечение в заболевание лимфатических узлов. Если посмотреть на результаты, на те результаты, которые мы сегодня располагаем, безрецидивная выживаемость наших пациентов составляет 94,5%. Если посмотреть на те опубликованные данные с таким же интервалом наблюдения исследования ЛЭК, они составляют 86%. Конечно, это относительное сравнение и может быть не корректное до конца, но во всяком случае мы в своем выступлении хотели бы показать те результаты, которыми мы сегодня располагаем. И, конечно, всегда, когда мы обсуждаем эти результаты, все обращают внимание на тот процент пациента, который получали в нашей клинике, помимо хирургии, адювантное лечение. Но мы ориентируемся здесь на те критерии, которые являются основными для проведения адювантного лечения. Это и наличие лимфоваскулярной инвазии, это и наличие мифологического характера опухоли, ну и, безусловно, изменения в лимфатических узлах. Таким образом выглядит безрецидивная выживаемость. С 4,5 года мы проанализировали наши результаты. И на сегодняшний день у нас зарегистрировано 3 рецидива. Это составляет 5%, если говорить о нашем центре, по поводу которых пациентки получают дополнительное лечение. Конечно, на сегодня важен анализ причин неудачи лапароскопической хирургии. И здесь я хотел бы остановиться, может быть, на некоторых маленьких деталях. Конечно, это сложная хирургия, и она сегодня не распространена, да и во многих наших иностранных коллег, ну и в России в частности. И, конечно, сегодня пройти этот путь одинаково и подвергнуть рандомизации хирурга, это крайне сложная задача. Обратите внимание, кривое обучение для малоинвазивного хирурга, она составляет выполнение более 23 операций в год. И более того, на сегодняшний день показаны исследования, которые показывают, если в клиниках выполняются хирургами более 30 операций в год, результаты, онкологические результаты для больных улучшаются. Показания. Показания имеют важное значение. Мы не рассматриваем идеальными показаниями для пациентов с экзофитными опухолями, даже если их размеры не более 2 см. В этой связи мы тщательно проводим дооперационные обследования, и практически каждая пациентка выполняет МРТ с контрастом. Мы разработали для себя вот такой протокол включения больных на основании изучения стромальных изменений шейки матки, по поводу которых мы оцениваем возможности использования малоинвазивного доступа. На сегодняшний день показаны размеры опухоли, хотя последние публикации тоже достаточно обсуждают другие результаты лечения, но все-таки размеры опухоли определяют онкологические результаты, и обратите внимание, опухоли более 2 см ухудшают прогноз заболевания у этих пациенток. Совсем недавно нашими китайскими коллегами опубликованы данные результатов лечения больных раком шейки матки опухоли до 2 см, где показали худшие результаты безрецидивного выживания у больных, у которых выполнялась хирургия малоинвазивным доступом, хотя общая выживаемость была в их исследовании сопоставима. Сегодня широко обсуждаются технические аспекты лапароскопической хирургии у больных раком шейки матки, и в частности широко обсуждаются использование маточного манипулятора и кольпотомии во время операции. Вот в моём доступе только одна публикация профессора Кёллера, которая показывает отрицательное влияние на онкологические результаты проблемы использования кольпотомии маточного манипулятора. Хотя больших исследований по этому поводу нет, но нужно отметить, что, конечно, именно этот этап хирургии в какой-то степени ограничивает использование тотальной радикальной лапароскопической хирургии у больных раком шейки матки. Сегодня существуют публикации, которые показывают, помимо этого, отрицательное воздействие углекислого газа на прогрессирование заболевания шейки матки у пациенток после лапароскопической хирургии. И дискуссионным аспектом является использование маточного манипулятора, опять-таки, у этой категории пациентов. Хотя нужно отказать, на сегодняшний день, во всяком случае, мне не встретилось ни одной публикации, которая бы объективно показывала бы эти предположения. Но в то же время, всё-таки, использование этого манипулятора для нас является ограничением и в выборе показаний для больных раком шейки матки. Поэтому идеально всё-таки это больные, у которых имеется инвазивный рак и пациенты после конизации. Ну и, конечно, важно это использование травматичных наконечников для хирургии у этих пациентов. Следующий важный аспект, и сегодня уже об этом много говорили, это, конечно, распространение заболеваний, в частности, выявление метастатических поражений лимфатических узлов. И если посмотреть на сегодняшний день, для больных с минимальным опухолями частота вовлечения параметрия лимфатических узлов, она составляет от 2 до 5%. Опять-таки, в публикациях наших китайских коллег были представлены эти результаты. И обратите внимание, для больных с опухолюминия 2 см частота вовлечения в лимфатических узлах составляет практически 6%. Мы в своей клинике также используем методику выполнения сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки. Мы используем методику ICG, стромальная инъекция в шейку матки с последующей детекцией в инфрафрактном спектре позволяет нам выявить первые сигнальные лимфатические узлы, выполнить их биопсию и получить уже интраоперационно информацию о их состоянии. И это, безусловно, определяет в последующем тактику лечения этих пациентов. Вот эти те данные, которые мы получили, они опубликованы у пациенток с опухолями от 2 до 4 см. Частота вовлечения поражения лимфатических узлов составляет практически 14%. Если говорить о том исследовании, которое сегодня, по сути дела, стало резонатором всех хирургов, то, на мой взгляд, это далеко не шаг назад, это шаг только в будущее, поскольку это исследование позволило нам несколько по-другому посмотреть на хирургию рака шейки матки, остановиться и задуматься в целесообразности использования этой методики. Сегодня, по сути дела, уже для многих обществ, и, наверное, и наше российское общество будет не исключением, отражает стандартный и рекомендуемый подход к выполнению радикальной гистроктомии открытым доступом. В то же время, те уже после исследования, которые появились после опубликованного исследования, показывают хорошую эффективность этой методики для лечения больных раком шейки матки. И я хотел бы сказать, что, поскольку я представляю не только практическое отделение, но и научный центр, и считаю, что для федеральных центров это должно быть одним из направлений изучения, продолжить изучение эффективности, целесообразности использования этой методики в лечении больных раком шейки матки. И если говорить о заключении, то, конечно, сегодня, наверное, мы не можем рекомендовать широко применение лапароскопического доступа для лечения этой категории пациентов. В то же время, на мой взгляд, лапароскопия – это далеко не только доступ, это прежде всего стратегия лечения больных раком шейки матки. Ну и хотелось бы напомнить слова Галилея Грея, который стоял перед лицом римской инквизиции, и все-таки она крутится. Благодарю за внимание. Продолжение следует...